Встреча с интересными людьми Алексей Валерьевич, приветствую! Приветствую! Ну, фигура Керниса очень противоречивая. Человек из 90-х годов там наперсочниками командовал, еще что-то, потом стал руководить городом. Мы много знаем политиков, которые вышли как раз из тех самых святых в кавычках 90-х годов. Кто-то профукал все на свете, кто-то поднялся, кто-то поднимал вместе с собой целые регионы. Вот что ты можешь сказать о Геннадии Кернисе, как политик, как человек, который знал его деятельность достаточно близко? Чего больше, как вот про Мао Цзэдуна говорили, что там больше, хорошего или плохого? Плакать или смеяться? Я, как правило, о усохших не говорю ничего. Это у меня принцип такой, да. Я могу только сказать последнее, что в течение этих семи лет, да, если бы не этот случай, когда его заказали и расстреляли, а мы все знаем, что за этим стоит Аваков, да, может быть, он как-то бы и дальше и жил, да. Но коронавирус, как пишут, добавил, и, естественно, человек ушел. Если говорить в объеме о Украине, то, конечно, этих мэров, которые могли управлять городами, находить общий язык с элитами, с бизнесом и так далее, и, конечно, он же сегодня уходит в первую, будем говорить, назовем так, пятерку, да. Он лидировал среди городов. Это чистый Харьков, это, будем говорить, какое-то движение было, какая-то работа. Он умел управлять, хозяйством умел разбираться, вот так назовем так. Поэтому на фоне того, что происходит в Украине сегодня, конечно, эта потеря невосполнима. Надо объективно говорить. Любого человека жалко, назовем так. Я относился, так как я знал Кернеса, я относился тоже так. Своеродно так относился к нему. Есть и хорошие качества у него были, и плохие. Ну, вот как бы вот так вот я назвал. Для города Харькова самого он многое сделал. Поэтому, ну что тут сказать. Царство небесное и мои соболезнования близкими, и будем говорить всем его друзьям. А то, что сегодня начнут рвать Харьков, это да. Как с его, будем говорить, имуществом, там, бизнесом или еще чем-то, тут тоже неизвестно. То, что на сегодняшний день власть Украины будет максимально делать для того, чтобы там выборы не состоялись, вот, и тянуть до последнего, как-то договариваться, пока не увидят они кого-то там. Это факт. То есть, Харьков будет сейчас без мэра. Ну и давай будем говорить, надо не забывать того же самого Авакова. Ведь он многое теперь поимеет. То есть, он весь уклон сделает туда. Будем говорить. Да, там есть противодействие определенное ему, этому Авакову. Но оно сегодня не выдержит. Он считает, что второй президент после Зеленского. Потому что непотопляемый этот убийца, преступник, вор, мародер и так далее. Ну, я хочу сказать, что у меня вот такое предположение, что движение будет. Алексей Валерьевич, ну, от Харькова поднимемся чуть повыше, посмотрим на Украину. Там еще один выходец из святых девяностых, точнее, человек, воспользовавшийся случаем, таким шансом, как в песне у Владимира Юрьевича Быстрякова «Пираты поют». Леонид Макарович Кравчук, скромный секретарь по идеологии ЦК Компартии Украины, ставший президентом Украины, обманув миллионы людей разных национальностей, которые жили в этой стране. Объяснив им, что независимая Украина – это общий дом всех народов, населяющих эту республику. И что через 10 лет мы станем круче, чем та же Франция. И вот этот человек, несмотря на свой преклонный возраст, активен, он не с правнуками нянчится, он занимается, то в контактной группе руководит, то вообще по Украине делает какие-то заявления, комментарии. Вот хотелось бы понять, чего хочет этот парень, которого ненавидят не меньше, чем Михаила Сергеевича Горбачева. Понимаешь, этот хитрый лис или Кравчучка, или беспринципный человек, у которого совести нет, он хочет дальше доразвалить. Понимаешь, за ним-то задача стоит уже и разваливать Россию. Что он успешно делает? Он бредовывает всякие вещи. То свифт ему надо закрыть, то он идет на перемирие, то не идет на перемирие. То какую-то бредятину разную предлагает по минским договоренностям. То рассказывает, как их надо пересмотреть. Одним словом, чертополох. Его назвать-то человеком нельзя. И если он думает, что ему это когда-то не скажется, я думаю, что это ему скажется. История скоро всем даст свою оценку. Кто, за что и почему. И я думаю, у него будет нехороший вид. Нехороший. Алексей Валерьевич, ну смотри, получается сейчас ситуация такая, что кто-то там с Аваковым бодается, выводит против Зеленского вот этих ФОПов, малый и средний бизнес, палатки кто-то им дает, деньги платит, выставляет этих людей. Там боевую охрану, боевое обеспечение составляют С-14, Джеки, Карася, то есть СБУшная прокладка. Кто сейчас свергает Зеленского и, естественно, Авакова? Авакова прежде всего, конечно. Зеленский, в общем-то, такой и бесполезный, и безобидное существо. Кто работает против него? Да ты знаешь, сегодня сказать, что именно конкретно против Авакова кто-то там работает, это тяжело сказать. Сегодня, скорее всего, пауки грызутся в банке между собой, но все идет так, в сторону Зеленского. Да, пока если они там притрутся, кто кому начнет какие обязательства выполнять и все остальное. Но то, что вот этот новый Майдан, новоиспеченный, это договорняк, это уже 100% понятно. Да, и тут никуда не надо ходить. Ну, в данный момент Аваков сильно укрепился, да. И ты посмотри, уже ж не, говорят, они же там дети, да, он их лупит по полной программе. Ты смотри, какая техника на кривчатике выставлена, на подавление и так далее. Одежь Евросоюз, одежь эти все крикливые и так далее. Сейчас идет выяснение, кто захватит, будем говорить, этот Баяневичок, назову я так. Алексей Валерьевич, ну, а тут параллельно товарищ Разумком по имени Дима, спикер украинского парламента, взял да и заявил о том, что, а кто вам сказал, что российская вакцина, она полезная и способна что-то там решить и помочь людям. Я молчу о том, что на Украине то самое железо и мощности для производства того же спутника ВИ есть. Но украинский спикер Разумков считает, что не надо ориентироваться на российскую вакцину, так на Западе ему сказали. На Западе сказали, что ждите своей очереди, ближе к концу 2022 года Украине начнут продавать немножко вот этой Pfizer или там какая еще вакцина западная, которую сейчас потихонечку дают западным людям. То есть вот представьте себе, какая дикость. У России не хватает мощностей. Есть технологии, есть возможности запустить. Казалось бы, предложи, давай, вон индусы предложили, они тоже будут делать на внешний этот рынок 100 миллионов доз в год. Украина могла бы чуть меньше, но делать. И украинцев всех вакцинировать и заработать живые доллары и евро, продавая украинскую вакцину спутник ВИ в соседние страны. Ну, только дурак не ухватится за это. Дело в том, что Украина это пятая колонна, раз, второе. Это испытательный полигон, два. Ну, кроликов, мышат. Надо, как говорится, провести на них эксперимент. В Украине, Европа и Америка уже давным-давно людей не считают за людей. Это просто полигон, пушечное мясо. По большому счету то, что они и сделали. Ну, а тут поступила команда. Мы вас прихроем, мы вас защитим, мы своих не бросаем. Поэтому, ну, давайте, не выздохните все. Значит, в 2022 или 2021 в марте месяце мы вас кольнем, испытаем. Но если будете дохнуть, как муки, ну, черт с вами. Вот и все. Понимаешь, ну, о людях никто не думает. Ну, нормальный человек, если бы сегодня это производство запустить в Украине, спутник Ави, который, кстати, имеет больше гарантий и больше, будем говорить, имеет эффективности. Если бы сегодня запустили это производство, я думаю, Украина бы сегодня и заработала денег и на свое обеспечение лечения. Мало того, пришли дополнительные деньги, когда можно было купить кислородные маски, ИВЛ можно было купить, ну, и прочее другое, что сегодня дает возможность выжить человеку. Но здесь же наоборот. Возьму, возьму понадкусую, как говорят, но соседу своему не дам, в Украине говорят. Или пусть хата горит моего соседа, но я к нему не пойду тушить. Вот и все. О чем мы говорим? По большому счету, так оно и есть. Ну, это все приведет к большой трагедии, к проблеме. Да они и сегодня есть, эти проблемы очень большие. Вот и все. Ну, а тем временем, сегодня обозреватель сообщает, что Ульяна Супрун, прости господи, что такое скажешь, предложила, потребовала от украинцев провести декоммунизацию своих домашних аптечек и избавиться от тех препаратов, которые были популярны в советские времена. В общем, она предлагает выбросить на свалку, на помойку горчичники, йод, зеленку. Некоторые мази, которые сегодня использовать не надо, а надо использовать более эффективные современные западные средства, потому что вот эти старые совковые всякие йоды, йоды дефицитным не нужны. Ну, дело в том, что давай будем так говорить. Умные люди, конечно же, этого не сделают. Только дураки сделают. Без зеленки, без йода, без горчичников люди не справятся. Поэтому, ну, что сказать, доктор смерть, которая на сегодняшний день выполнила, можно сказать, на пятерочку, развалив полностью систему медицинскую, ну, в этом виноват и народ, по большому счету. Потому что свое надо отстаивать. А вот мы посмотрим, что дальше будет происходить. Ведь мы живые люди, да. Эпидемии никто не отбирал, да. Вот развалили психи, психбольницы. Ну и что мы видим? То там кто-то кого-то пробивает, то там кто-то кого-то режет, режет, а потом удивляемся. А ведь этот человек со справкой. Ведь этот человек должен быть закрытый от общества. Потому что он сегодня приносит, ну, будем говорить, трагические ситуации приносит в общество. Ну, а мы дальше молчим. И так далее, и так далее. Еще свое слово не сказал туберкулез. Давай будем говорить честно. Туберкулез. Еще ж не сказал. Уже есть такие факты, когда больницы, которые позакрывали, туберкулезные продают. Еще и это все аукнется. Мы будем наблюдать за этим процессом еще долго, как оно будет, вот эта медицинская реформа, вылазить боком. Украине. Ну, и заканчивая эфир, порадую людей тем, что Петр Алексеевич Порошенко, пятый гетьман Украины, Петро Перши, как его называли совсем недавно, объявил о том, что символ Украины, современной, постмайданной, это женщина со справкой, вот эта вот жуткая, как говорят украинцы, шлендра и убийца, как ее, господи, зовут? Татьяна Черновол. Да, я посмотрел старое видео, старое фото с этой дамой, и понял, что да, действительно, вот поруби, человек со справкой, из психушки, Таня Черновол, тоже прошедшая психиатрическое влечение, но потом денег не стало, и ее перестали два раза в год ложить на диспансеризацию. Вот такие люди и есть символ современной постмайданной Украины. А нормальные, такие как Журавка, Азаров, Олейник, Юра Кот и другие, вынуждены жить в эмиграции, на чужбине, и только мечтать, увидеть родные города и пройти по родным улицам. Такая вот беда, такая вот постмайданная Таня Черновол, Украина. Валерич, спасибо тебе огромное, крепкого здоровья и до скорой встречи, пока. Спасибо, до свидания. Итак, это был Алексей Валерьевич Журавка и программа «На самом деле». Через несколько минут мы вернемся и продолжим. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...